Друзья, всем привет! Если вам интересно, как быстро, а главное, в больших объемах переработать урожай яблок в дегидраторе, тогда готовьтесь записывать. Сегодня как раз речь пойдет о сушке яблок на зиму, и я бы хотела поделиться некоторыми тонкостями и хитростями. Первое. Нарисаем продукт для лучшей, а главное, более быстрой дегидрации, толщиной примерно 5-6 мм. От размера слайса будет зависеть время, потраченное на приготовление. Друзья, очень важно, чтобы ломтики были одинаковые, так вы будете уверены, что продукт будет одинаково высушен. Вот что у меня получилось. Посмотрите. На самом деле это не обязательно делать слайсером или, как в моем случае, констаром. Можно использовать обычный нож, самое главное, сделать дольки одинаковыми по размеру. Второе. Распределяем слайсы по поддону. Очень важно делать небольшой отступ между слайсами для того, чтобы теплый воздух спокойно циркулировал между дольками, и наш процесс дегидрации проходил равномерно. Третье. Загружаем лоток и закрываем дегидратор. Теперь осталось выставить температуру и время. В данном случае это 50 градусов и 20 часов. Четвертое. Ждем 4 часа, пока продукт уменьшится в размере. Ломтики должны подсохнуть и легко отходить от сетки. Пятое. Спустя 4 часа всыпаем подсушенные яблоки на лоток и загружаем обратно в дегидратор. Шестое. На пустые лотки выкладываем новую партию свежего продукта и продолжаем сушку. Готово. Загружаем наши яблочки в дегидратор и закрываем крышку. Седьмое. Через 4 часа повторяем процедуру и снова ссыпаем продукт плотнее. А на свободное место выкладываем новый. Итак, еще раз. Каждые 4 часа ссыпаем подсохшие яблоки вместе. Освободившиеся поддоны заполняем свежими и продолжаем дегидрацию. А после первых полусуток уже при каждой новой загрузке вы будете снимать сушки большую порцию готового продукта, которую сразу же можно вакуумировать, запасая на зиму. Так за сутки можно сушить яблоки десятками килограмм, а весь урожай переработать за несколько дней. Дегидрацию я ставлю не более чем на 20 часов, так как если начать сушку в 6 утра, то по окончании это уже будет глубокая ночь. И небольшой лайфхак. Клейте на поддоны стикеры с напоминанием о времени загрузки. Ведь уже через несколько подходов вы начнете забывать, на каких поддонах сколько времени сушатся яблоки. А смешивать их нежелательно, пока они не высушатся полностью. Также я всегда ставлю себе будильник или таймер, чтобы давать сигнал каждые 4 часа, напоминая тем самым о дегидраторе. Вот сколько за 20 часов я смогла засушить яблок по этой системе. Изначально это было примерно 15 килограмм. На мой взгляд, это достаточно хороший результат. Ну что ж, надеюсь сегодняшняя информация была вам так же полезна, как и мне. Согласитесь, ведь теперь сохранить урожай не такая уж и сложная задача. А на этом все. Спасибо за просмотр и пока! Субтитры подогнал «Симон»!